Здесь кабан есть, зайцы есть, лица есть, шакалы есть, волки есть, и гуси, и перелётные даже перелёты бывают, и даже фламинго бывают. Щука там, цазан, рыбец, вобла, шабайки. Ну, вся порода частейского рыбы здесь есть. А сетра встречаются? Ну, бывает это, естественно, улов бывает, но, естественно, он запретный. Ну, попадается, вы выпускаете. Ну, да, выпускаем, естественно, попадается, даже когда частичку ставишь, попадается и такие, и мелкие, и побольше там. Ну, и больше со временем становится? Ну, сейчас, в данный момент, да, после разгрома 90-х, её валом была эта рыба, кипела эта рыба. Иногда даже ветры были, ветра на берег выкидывало даже. Видать, столько было рыбы, что она друг от друга билась, на берег выкидывала. Есть такой остров, пожалуй, единственный населенный остров в республике Дагестан, который имеет много вопросов, претендует на одно из самых изолированных мест республики, и который до сих пор остается русским островом, со своим удивительным укладом, удивительными людьми и единственным на острове православным кладбищем. Брошенный остров Чечень. Хотя административно, как-то непарадоксально, остров приписан к Кировскому району города Махачкалы, добирались же мы туда со стороны старого терека Кизлярского района, 15 километров в открытое море, на лодке, и вот там уже маячит островной маяк. И мы на острове. Какого рожда он относится к Махачкале, не совсем понятно. Что сразу бросается в глаза? Абсолютно песчаный грунт. Много металла, разбросанного по острову, и островитяне с обветренными лицами на своих старых, но добротных мотоциклах. Ну, я житель остров Чечень. Белов Валерий Павлович. Здесь родился и вырос. Сейчас, пока мы с данным моментом действующий замглавы администрации остров Чечень. Расскажите о плюсах жизни на этом острове. Которые прям не думая приходят в голову. Ну, плюсы то, что, во-первых, и спокойно, тихо, экология, во-первых, свое хозяйство есть, корову там, свое там, и тишину, ну, спокойно. Чем, естественно, город, это большой мегаполис, там шум, гам, гарь. Мы уже как бы привыкшись. Ну, тем более, я привык здесь на этом острове, на этой земле жить. Это все мое родное, все мое близкое. Все для меня. Родители здесь? Родители тоже у меня здесь, и дед, и у меня целое поколение, и дед, и прадед все здесь. Не сегодня я взялся, и как бы так, а целое поколение. По крайней мере, про прадеда я знаю, что он здесь, на хладбище похоронен. Ну, да, вот, ваши предки здесь, ну, рассказывают. История так, как бы, мы особо, кто говорят, что якобы ссылка была, то, что вот люди здесь, именно вот русские, русские здесь появились, почему, откуда, как взялись. Ну, в основном говорят, якобы ссылка была, что вот людей из центра России, оттуда, откуда, походу. Ну, конкретно никто не знает, кто, откуда, в общем, вот так. Белов Валерий Павлович, я не знаю, заметили вы или нет, но в его произношении, кроме кавказского акцента, есть четкий говор Владимирских или Ивановских людей. Видимо, оттуда и были сосланы его предки на остров. Тут светок нет, газа нету. Вот это самое основное право. И все продукты, которые нам нужны, мука, сахар, соль, все, естественно, мы, надо с того материка привезти. Вот это проблема для людей, вот, кто здесь живет, вот для них это проблема. Сейчас, ну, где-то возле 100 человек где-то проживает, но семейные такие люди, где-то семей 15 нет. Ну, в основном, летом бывает наплыв, гости приезжают там. Прыгаем на мотоциклы и отъезжаем несколько сотен метров к центру села. Дома с пустыми глазницами, проломанными крышами, безлюдное пространство, все это вызывает просто какую-то гнетущую реакцию. Но мы заходим в гости к бабушке, и чистый, аккуратный дом, ее энергия, прямо скажу, воодушевляет. Расскажите, как вы живете на острове? Ну, живем хорошо. Вы одна уже здесь, 25 лет, без мужа? Да, 26. 26 лет? Да, без мужа. Живу так же все, кизек заготавливаю вот на зиму уже, почти сарай готовый. Вот, вожу со скотиной, утки, куры. А скотина, это вот младшего сына. У меня была скотина, всем разделила, а у самой одни рога. А родились вы где? Здесь, 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 на острове. И на острове живу. Когда-нибудь выезжали с острова? Куда, милый? Кто рад? Какие там уезжать? Зачем? Расскажите о плюсах жизни на острове. Плюсы какие? Ну, плюсы хорошие. Ну, какие вот? Вот мне, я вот, например, мне кажется, что здесь минусы сплошные. Ну, сейчас только стали минусы. А тогда же был и колхоз, все. И фермы были. Наши в тюрьмой на экспедицию ходили мужья. Так что, мой дорогой, здесь и жизнь была-то нельзя какая. Клуб у нас только какой был, вон у меня, на стенке. Принеси, этот сделанный. Так что... А сейчас? Ну, а сейчас... Вы не унываете, вы очень... А зачем нам унывать, когда у нас все есть? Лишь бы были деньги. Пошел, купил и поехал. Вот. Видал? Это ваш клуб, да? Да, да, да. У него сейчас одни останки. Да, а остались одни руины. Мы строили в 55-м году, в 56-м году, он уже, комсомольцы, все это руками. У нас вот такая маленькая кучка осталась, которая, если честно сказать, мы этот остров и как бы сохраняем, и держим. Как бы, да, многие, которые... У некоторых даже, может, уже руки опускаются, уехать, хотят, ну, просто жилья нет. Может, некоторые... Молодежь практически все уезжает. Это однозначно, потому что... Или здесь, как у нас начинают говорить браконьерство, которое мы там, если рыбу кушать, поймаем, там, или это самое. Но иногда даже, ну, как бы так, да? А что людям делать, я не знаю, что здесь делать. Поэтому молодежь же уезжает, чтобы не быть браконьерами, чтобы не... Это самое, не... Сейчас очень строго все, и тогда-то было строго. Ну, может быть, здесь не нужен остров с людьми? Ну, я не знаю, но для меня, конечно... С технической точки зрения, может быть, он и не нужен, да? Ну, есть люди, есть, нет, ну, и хорошо. Практически, вот сейчас, в данный момент, я, как бы, так вижу всю эту ситуацию, как бы, вот так. Ну, потому что, вот, допустим, надо в чем-то биться. Если бы было, да, конкретно люди, пойти, там, ну, да, вот так, вот так. Вот у нас вот тот... Вот этот колхоз жемчуг, мы ели, как его выбили. И то, через, опять же, это... Опять Абдулатипу Ромазану, Ромазану, ему спасибо, хоть как бы то ни говорили. Он на уровне правительства этот вопрос решил. Как бы нам вот... А так раньше и это не могли мы сделать. Ну, выбили мы этот колхоз, и что толку? Людей... Работают тоже люди 3-4... Ну, сколько нас человек? И все бригады вот такие. Помощи никакой нету. Маленький флот резинки, которые... Опять, ни холодильников, ничего нету. А без холодильников на острове перспективы никакой. Чтобы, допустим, завести этот колхоз, значит, надо хорошей холодильной установки. А цвета нет. Чтобы мы могли там рыбу эту складывать, потом перевозить. Этот, ну, этот... Материк есть материк. Ты приехал туда, рыбу сдал, там продал, тебе все дали. Как бы так, да? А здесь ты это поймаешь, даже вот этот сазан, даже вот эту ваблешку, допустим, да? И что толку? Да ее никуда ничего не денешь, да? На перспективу есть здесь? Раньше же гремел этот остров. Гремел, да. Был хороший колхоз был. Знаешь, вот эта 13-го годовщина вообще был сильный колхоз. И свое подсобное хозяйство было, животноводство там было. И скотина была 2000... С чем-то спорены было бараны. Ну, и скотина была, что-то не до 500 голов. Что-то скотина была. У людей работа была, все как бы... Курсировал баржа, перепаром был, переправа была. Все вот люди, как бы, жизнь скипела. Вот те, 90-е годы вообще все разбили. А возрождать сейчас вот, ну, раздумаю, да, вот то я там стараюсь, что-то, как бы... Ну, я лично такой сторонник, не хочу, чтобы этот остров умер. И хочу, чтобы он хоть как сейчас и сохранился. Почему? Потому что у меня и родители здесь похоронены. Как вы развлекаетесь здесь на острове? Никак, а как развлекаться? Одеваюсь, иду за кизеком. После кизека, в воскресенье, на кладбище, все это пешком. На мотоцикле чуть ноги, а пешком пройдешь, и хорошо. Ну, вот так и получается, что главным объединяющим местом островитян здесь осталось только русское кладбище, где похоронены их предки, где хранится пока еще история этого русского острова, которое, возможно, скоро уйдет в небытье вместе с этими жителями. Удивительными жителями, которых осталось на острове, раз и обчелся. Но пока люди здесь, и мы имеем возможность перенестись в прошлое, где свет от лампад. Печки топятся кизиком, а в домах слышится старорусский говор. Сил-то хватает в хозяйстве? А как же! Пока бог милого! Кизек, баня, воду в баню. И баню у вас есть? А как же, все есть. А баня тоже кизяком топится? Кизяком, а кизека жалко. Вот собираю по буграм мешками, тащу в баню. Бутылки пластмассовые, сетки плохие, все в баню. Мусор, короче. Так что, а как же, все каждый день, каждый день в бане. Так что летом, зимой два раза. Тихонечко, тихое, все низкое, все было высокое. Вот, это вот уже на зиму. Считаю, эти будут ждовинник, а это вот кизяком, который я топлю. Так что, все, все как часы. Да, сарай. Здесь келяты. Здесь вот утяты. Куры. Куры, вот. Туалеты. Так что, все хозяйство. Все. Так что, красота. Красота. Да, да, да. Вот баловка одна, 74 года, все держит. Красиво и хорошо. А баня ваша где? Баня вот сюда идемте. Да, это вот хлам для, уже, для бани. Это топливо? Уже, да, 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 приготовлено. А это вот бани. Русская бани. Пожалуйста. Так что, все как часы. А как вы отапливаете жилище? Отапливается у нас, получается, вот, где бараны, загоны есть, кизек. Вот этим кизеком люди запасаются. А так больше другого варианта нет. Вот этот кизек, вот сейчас, я, недавно тоже порезал только. Ты едешь, на кашару там режешь, сушишь, потом складываешь. И вот этим кизеком, то печку. А кашару где? Кашары, вот они, недалеко, у нас здесь есть. Есть на острове? Да, да, есть бараны, которые... Где-то 4 тысячи голов баран держат здесь. Ну, свои хозяйства, не колхозные, естественно, а свое хозяйство. В двух местах, где питьевой люди пьют, как бы так, вот, ну, родниковые, получается, как бы так. И артизан у нас еще есть. Сушная вода? Ну, питьевая у нас, ну, для меня, да, и некоторые приезжают. Кому-то сладкая, кому-то подсолененная. Ну, кому как. Ну, мы-то привыкли эту воду пить. Считаем, наш организм повсюду привыкший к этой земле. Откуда здесь люди появились на острове? Приезжие большинство. Кто с Горького, кто с Саратова. Говорят, ссыльные сюда были. Ну, это раньше была ссылка. Я про раньше говорю вообще, откуда здесь люди появились изначально? Ссылка была, потом вот. Может, ссыльные, может, не ссыльные, но факт то, что жили русские. Почему-то континент был русский. Где-то в каком-то 70-х годах первый появился. Сначала, по-моему, первый Даргинец, по-моему, появился. Вот он, и то был на русской женатый. Но в основном жили все вот русские. Потом уже, постепенно, сейчас живут и русские, и Даргинцы, и аварцы есть. Ну, все понемножку есть, короче, вот так. Ну, и живут мирно, дружно. Все друг дружку в острове поддерживают, помогают друг другу. То есть у нас нет таких проблем. Какого-то там, разницы нет, русский ты или кто там. Проблем в этом плане вообще никаких у нас. Бывают иногда такие моменты, когда вот думаешь, ну, что прожигаешь здесь жизнь, да, вот. Ну, ни света, ни того, ни цивилизации. Ну, как бы так. А иногда думаешь, да, слушай, это же как в раю живешь здесь. Никаких, там, в город приедешь, сует там, там, то есть все туда вышел, сюда. Здесь самое главное, продуктами запасается. Вот осенью мы обычно, у нас и с покой веков было запасается. Запасается в городе, там, картошку, там, допустим, до марта месяца покупают, потому что могут льды встать и не проедешь, не уедешь, в общем, вот такая момента бывает. И все, каждодневно нам деньги как бы не нужны, потому что у нас продукты уже есть, понимаете, мы... И про эти деньги как бы забываешь, вот, ну, то, что... А в городе ты каждый, вышел в город, уже на улицу, уже деньги нужны, там, даже хлеб иногда сами раньше пекли, сейчас, правда, стерика заказывают, вот. Ну, бывает иногда, когда не бывает, сами пекут. То есть, вот, проблем у нас как бы нету с этим. Огороды? Огороды вот здесь проблемные очень, потому что здесь песок. У нас даже, если какой бы дождик не шел, луж не бывает. В момент вода уходит, и голимый песок, ракуши. Вот я вот здесь стараюсь, вот, у тебя дома там. Так-то все сажал, все росло, как бы так, да, вот, ну, естественно, свой колодец у меня, поэтому я... Вон там, вон, кабачки растут, вон, лилии, яблоня, виноград, айва. Ну, очень все тяжело, очень тупо растет. Почему? Потому что вода, видать, тоже полупресная. Просто я любитель вот этого, на любителя, в общем. 60 тысяч рублей, и у вас там будет свой дом. Есть такой на продаже. Смотрим. А вот отсюда можно будет зайти. Баня у него здесь должна была. Вот отсюда можно зайти. А, вот здесь открою сейчас, подожди. Вот-вот-вот-вот. Просто вот перегородку ломали здесь, у него переворачивали. Менты были, не менты. Вот эти, ну, участковые. Здесь перегородка была. И на гроб вот эту перегородку пустили. А так, вон здесь, видишь, один жил, до немножечко запущения. Вот. Иконы я забрал, пошел, все иконы, думаю. Такие на часовню отнесу и домой заберу. А так, все, печка рабочая, все. Просто он, я же говорю, один жил у человека. Вот у него даже ребец есть еще. Коля еще мой делал, вот, солил, видишь? Ребец. Вот, Коля еще солил. Еще хороший, слушай, в обрыжке, ребят, Николаев. Хороший был парень, но вот немножко, когда-то пьянка его, и сколько, говорю, Коля, ну, не пей, не пей. Ну, здесь уже переворачивали милицию, и этот, искали, что они думали, как всегда же, убили, не убили. У нас у всех раньше эти сундуки были. Ну, там были, этот я отдал этим. Ну, там были, ну, гречка, группа, мрупа, все отдал этим. У него есть чердак, мердак, все там подвези, все дела, короче. Ну, и так, я считаю, что неплохой дом, если по сравнению, жить можно, по крайней мере. Для отопки, вот он, этот, кутан у него, вот, вот здесь вот. Ну, для зимней, это ему хватало, это Коль. Все, вот это вот. Два колодец вот есть. Одним словом, вот такие вот дела. Да что, спирт в сухом виде. Море осторожно не ударься будет. Так, если хозяина не будет, пипец ему будет. Вот один дом был поломанный, другой дом поломанный. В основном у нас вот так дома ушли. Вот поломанный дом. Вот замок засовывал целый. Если сручный, то будет брать, допустим. И вот сделать пять секунд, что там подделать, подшаманить. Ну, рыбалка, охота здесь. Вон море рядом, вот, посмотри. Вот он, пол моря, видел? Рядышком все у меня здесь. Да, море рядом. Море полной рыбы, перспектив и надежды. Но все это тонет в каком-то океане без надеги и обреченности. Приехать сюда в гости одно, а вот жить... Напишите, смогли бы вы жить в таком месте. Вы были на YouTube-канале Дики Краевед. Всем пока.